Есть несколько криминальных проважений в отношении меня и мне угрожали, мы это все фиксировали, есть криминальные проважения. Производство находится в Приморском сейчас находится, мне угрожали, есть там у нас куча всего. То есть это все проважения по покушению, а поскольку мы находимся все время вдвоем, ну, два года. Вы непосредственно подбираете, что покушали и на вас, и на нас? Конечно, потому что мы вдвоем все занимаемся общественной и журналистской деятельностью вдвоем. Вы будете в этом? Ну конечно. Мы этим занимаемся в этом. Давайте, Миша, дайте. Давайте, Миша, дайте. А вот. Друзья, а скажешь на стрим, что произошло? Это Григорий Козьма, Гамадский дядь. Я подъехал за своим другом Михаилом, припарковался справа, позвонил ему, сказал, что я подъехал, может выходить. Обычно он быстро выходит, там минуты он уже здесь, так и произошло. Слева от меня играли дети, вот они выбросили свои игрушки. Значит, играли дети. Здесь проехал мопед, я припарковался справа, вот и сейчас, только чуть-чуть вперед. Проехал мопед с человеком в шлеме. Он медленно ехал, сказал детям, не играйте здесь. Ну, я как бы сильно не обратил внимания. Но сзади, или до него, или после, мне тяжело сказать, шел такой потянутый спортик, на которого я обратил внимание. Он все время говорил по телефону. Как только он приблизился к углу, оттуда уже на максимально возможной скорости для этой машины она заехала в переулок. И ехала, набирала, было видно, понятно, что она набирает скорость. Так как здесь были дети, здесь я, я понял, что либо детей, либо меня будут сбивать. На такой скорости невозможно. Я приоткрыл дверь. Если вы посмотрите, вы увидите, что она абсолютно цела, несмотря на то, что машина сжата. Она была открыта. Когда она была где-то там, где сейчас, я выпрыгнул из машины. Ну, эту секунду я не помню. Но он тоже выпрыгнул из машины, понимая, что меня в машине нет. Он бежал вдоль забора. Так как здесь были дети, я побежал чуть-чуть за ним и два раза стрелял. Попал я в него или не попал, мне тяжело сказать. Но я не стал за ними бежать, потому что его там ждал мопед и вот этот второй спортик. Их было трое. Я переживал, что они могут вернуться здесь дети. И бежать за ними на троих я тоже не стал. Гильзы я забрал с асфальта, потому что дети хотели их забрать. Я их предоставлю полиции. Нападение считаю целенаправленным покушением либо на меня, либо на Михаила, либо на обоих в связи с журналистской и общественной деятельностью. Это все, что могу сказать очень... Я понимаю. Я понимаю. Дякую. Привет. Власная активка, на которой руховец Григорий Козьма. Вы можете ее видеть, в каком воно стане. Воно довольно сильно ухожено. Воно. 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 Дети были на улице в этот момент? Я не буду детей снимать без вашего позволения. Скажите, пожалуйста, что произошло здесь? Что вы видели? Что вы видели? Мы видели, как сначала проходил человек и смотрел здесь всё. Когда мы играли, мы специально перестали играть, проходил человек с телефоном и туда ушёл. А потом проехал мопед в чёрном, там остановился и приехал обратно. Сказал нам, типа, чтобы не играйте, дети, тут машины. Потому что он уже знал, что сюда приедет машина и врежется. А потом я видела там, что большущий грузовик ехал со всей скоростью, и он специально повернул на эту машину и врезался. А потом он выбежал, и его там ждали мопед, и тот человек. А вы тут были? Да. Вот одна, вот здесь вот была, вот вторая, вот там заседка. То есть вы практически приедете? Да, наверное, всё. А мы с ним делали? Да нет, всё нормально. Вот хозяин автомобиля, он начал травматическим оружием стрелять, но он не попал. Он вверх стрелял, потому что их было трое, и он боялся, что они вернутся за ним. Капец. Боялся? То есть мы видим, что тенденция нападов на публичных людей, на общественных действий в Украине, она продолжает, а представители центральных органов влади продолжают выбирать, что ничего не происходит. Я нагадаю, днями было скояно замахнуло умисное убийство. Что до Катерины Гриндзюк в Херсоне, ее облили очень серьезно. После того, в тот же день было убито активиста, ветерана российско-украинской войны Сармата в Бердянске. Все буквально происходило пару дней тому. И сегодня в Одессе черговый напад на публичных людей, которые занимаются общественной деятельностью, которые занимаются общественными, в данном случае местным политическим ритмом, в особе Геннадия Труханова. И главный, который он контролирует, это сила местной полиции, местная прокуратура. В среде от ударов автомобиля Григорья Пусть работают співробитники полиции на месте. Возвольте номер. А, он очепился? Ага, вот. 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 Планка и номерный знак, который, в основном, был креплен на автомобиле Григорья. От ударов, он буквально застряг на автомобиле Григорья. Это, конечно, не было бы хорошо в прямом эфире так сказать, но это пиздец. То есть это на автомобиле нападников. Держ номер авто, на каком рухался Григорья. 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 Для тех, кто в Одессе и смотрит трансляцию, где мы находимся, это улица Светла, 24, червовный хутор. Стан Григорія и Козьми нормальный, они начебто не зазнали тілесних ушкоджень. Насправді диво, что все вышли с цели, и вышли с цели діти, которые в этот момент играли на улице. В общем, несколько минут тому я запитывал их, что тут происходило, и они стали очевидцами подъек. После завершения трансляции вы в записи сможете посмотреть. Нападники втекли. Напад был скойн на Григорія Козьму и Михаила Козефоня. Это Михаил, одесский экспозиционный актилист, представник народного руху Украины, который очень сильно критикует местную владу Геннадия Труханова и активно поддерживает их противоположной деятельности. Игры, пари, призмажу, болезнь. Нет, когда он начал разгоняться так сильно, что я понял, что здесь геть был, здесь я был. Нет, ну, расследователь должен точно не попробовать эту справу, потому что, ну, это тенденция, что в регионах нападают на публичных людей. Если данную справу будут расследовать местные правоохранители, то это будет просто профанация. Все, 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 все. Для тех, кто щойно подключился, я пока что напоминаю, что тут произошло. Григорій Клизьма мав забирати на автомобіль, який ви зараз бачите, Михайла Кузаканя. Це деський представник Руху Нових Сил. О, я перепрошую, Народного Руху України. В момент, коли він тільки почав від'їздати в цьому прогулку, він побачив декілька підозрілих людей. І вантажівку, яка рухалась йому назустріч, набираючи швидкість, і вчинила лобове зіткнення з автівкою, в якій знаходиться Григорій. Григорій встиг покинути автомобіль. Ось такі ушкодження на ньому доволі серйозні. Відбулось лобове зіткнення. Це все відбувалось при дітях, які знаходились на вулиці, тут грали. Ви їх теж можете зараз бачити. Діти перед цим розповідали, що відбулося. І зловмисники покинули місце події. Відбулі Григорій намагався нас догнати, якусь з них застосовував травматичну зброю. Але, на жаль, зловмисники покинули місце події. Попросили сьомку на Штейнів. Така я ж не трюкаю нічого руками. Яка різниця, я буду знімати з метра чи з п'яти? Нічого не зміниться. Відбували на штейнів, проходил какой-то оттуда чоловік с телефоном. Говорил по телефону і ушел туди. А потім приїхав мопед. Оставився где-то там. Поехав назад і сказав нам, що діти, не грайте тут, тут машини ездять. Ми все рівно в це іграли. Потім пошли збиратися на море. А я залишилася збирати гришки. Виехав грузовик со всій скорості. І повернула на машину і збив її. А потім выпрыгнула з машини і його ждал мотик. І вони туди сели і уехали. Відбували. 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 Ми бачимо, що реально в Україні сьогодні йде полювання на хвісів, на громадських діячів, на людей публічних, на дурналістів. І центральні органи державної влади продовжують робити вигляд, що нічого не відбувається. Фактично. Майже не кожного дня на когось нападають. Майже не кожного дня намагаються вбити тих, хто бореться з них правительством. Пішовний. Потім пішовний. Джинсові шорти, крослі. Кепка неприкрытого лиця. Со сторони мене... Що-то біцветне. Со сторони мене... Говорю на телефон. На нього я обратив внимание. На мопед. Мопед сказав детям, не играйте здесь. Но это могло быть объективним замечанням. Таким я не обратив внимание. На спортик обратив внимание. Как только они дошли до угла, оттуда уже на скорости, наверное, знаєш, що тут не тушить, уже заехав этот грузовик. И начал сильно быстро разгоняться. Так, как здесь дети. Ему было понятно, что какая-то біда неименуема. Я в любви вот чуть-чуть. Поэтому она цела по сравнению с Уши. Она была дупривна. Я приоткажу к ней. Когда я приоткажу к ней, он дупривнула душу. Погиби бутернулася там. Но она уже на скорости по прямой ехала. Я был чуть-чуть свередью. Насколько он меня ударил обратно и бежал вдоль забора. Мопед его уже ждал там. Остановился. Мопед какой-то? Чёрный. Маленький, большой. Нет, маленький. Такой средний. Не маленький, а средний. На той грузовика была? Да. Да и у меня. Не могу сказать. Потому что я побежал два раза, выстрелил и вернулся к детям. Потому что, ну, я переживал, что они вернутся, здесь дети. Я попросил их зайти, уже родители убегали. Я не могу сказать налево или направо не ушли. Машина, грузовик ударился и он просто скатился. Сейчас там будет час. Он был вот тут залез наполовину на машину. Снизу. Мой номер. Давай. Начинаешь подождать. Да? Машина. Толстанин, говорите. Так, компанee. А вы Instинеты. То есть что произошло? Что? Так что можно сказать одно, что это низкая продолжение низки этих самых подек, которые происходят по всей Украине, особенно в Одессе. То есть в Одессе это уже не просто кричущее, это уже, на самом деле, беспредел, скажу так словами тех, кто это делает. Это, по-перше. По-друге, безусловно, у меня есть заявки, есть криминальные проведения, я уже несколько раз делал заявки о том, что меня ограживают, ограживают убийством и так далее. Я писал в этих заявках, кого я подозрюю, есть даже факти, зафиксированные факти на видеозъемку, как люди приезжали до меня и ограживали мене и так далее. Есть криминальные проведения, которые уже более полтора года связаны с погрозой моему жизни. Это все зафиксировано, это все в ГУНП, в нацполиции. Как вы понимаете, что это дело? Нет, 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 как и по всем справам, которые связаны с нападом, как я вважаю, представников влады, потому что замовниками тут безусловно в этих событиях есть представники действующей влады, действующего группирования, действующего олигархично-криминального клана, который захопил владу у нас в Одессе. И все эти напады на активистов, журналістов, на людей с активной громадской позиции, безусловно, тут замовником может быть только влада. Потому что это громадская позиция, вообще журналісти, они очень заважают на сегодняшний день грабить страну и заниматься тут беспределом. Вот мы бачим наслідки цього. Только вчера я был в Киеве и разговаривал с кількома нардепами по этим вопросам. Только в пятницу мы были с Терненком и Артемом Карташовым, были в Киеве на закрытом заседании РНБО, тоже обговорювали это вопрос, доводили до представников официальных РНБО в закрытом режиме про ситуацию, которая происходит в Одессе, про то, что у нас делается, как тут почти вбивают людей, активистов, людей, которые занимают активную громадскую позицию, которые борются с коррупцией, с представителями криминально-олігархических кланей. Ну, конечно, мы говорили про Одессу, мы находимся в Одессе и делаем эту работу в Одессе. То есть нам всем, в первую очередь, я вважаю, что всему суспільству загрожает таким чином насилие. Они гвалтуют страну и гвалтуют таким чином суспільство. Это наслідки, на жаль. Она действовала зеленаправленно, слаженно, и ее задачи были намного сложнее, намного хуже, чем те, которые... В связи с тем, что здесь были дети, в связи с тем, что я открыл огонь, может быть, мы предотвратили еще большую угрозу, так как все трое были с сумочками, ждали там. То есть я считаю, что могли пострадать дети с учетом скорости этой машины и в связи с тем, что эти люди осознанно делали то, что сделали. Нападение, считаю, абсолютно такое, что несет общественную угрозу для всех тех, кто находился здесь, для моей жизни, для жизни человека, за которым подружку я заехал, и с которым мы очень часто проводим рабочее время вместе. Дело в том, что на Михаила уже были угрозы, есть уголовное дело, которое давно лежит в Приморском районделе, и вы знаете, что на днях в Киеве облили кислотой активиста. В Одессе от Устименко, Стерненко, Подпалая, Подолянка и этот список очень большой людей, на которых напали. Считаю, что эта череда нападений, запугиваний может даже попыток убить людей, чью деятельность мы освещаем, чью деятельность мы показываем на камеры, что так это приводит к ущербу территориальной громаде, и я сегодня просто чудом успел выскочить из машины, и считаю, что дети чудом, ну, этот грузовик в них не въехал. Какие ваши дальнейшие действия? Мои дальнейшие действия я вызвал полицию, сообщил об этом в соцсетях, к себе, в редакцию, журналистам. Я написал заявление о признании меня потерпевшим, и будем расследовать. То, что касается Михаила, я считаю, что нужно объединять в одно уголовное дело данный факт, как продолжением той угрозы. В отношении меня поступали угрозы, они были незначительными, я их не заявлял, но сегодняшний инцидент считаю, как личное, и буду лично расследовать, привлекать всех журналистов, и требовать в присутствии двух адвокатов постоянного мониторинга и привлечения к ответственности тех, кто это сделал. Буду требовать мер охраны, не знаю, как в законном порядке это будет, не знаю, насколько это эффективно, но я боюсь за свою жизнь, за жизнь, за члены своей семьи, за своих коллег и друзей. Вы забывали, как водитель, водитель? Водителя, к сожалению, я почти не запомнил, так как это было быстро тень, и он побежал вдоль забора, я его практически, лицо не видел. Он был не высокого роста, худенький, в шортах. Так сказать, спортика, который прошел, может быть, я его узнаю, если мне будет предоставлена фотография. Он говорил по телефону, с той стороны я находился. Я за ним наблюдал в зеркале, но просто наблюдал, не терял из виду, но не видел от него никуда. Я насторожился, когда заехал грузовик, и то он заехал на большой скорости, я подумал, что он просто не вписался в поворот. Но когда он начал разгоняться, и здесь, ну, не знаю, несколько сотен метров, очень сильно разгоняться, и тут траектория была понятна, что либо дети, либо я. И я чуть-чуть приоткрыл дверь, надеясь, что дети убегут, и он просто проедет. Но когда было, ну, не знаю, метров 15, уже было понятно, что столкновение неизбежно. Я выпрыгнул из машины. Насколько я успел выпрыгнуть или нет, мне тяжело сказать, но я начал выходить из машины, в надежде, что ему отказали тормоза. Да, что ли. Но когда он вышел, побежал в сторону мопеда, я понял, что это было, ну, ему не отказали тормозами. Тогда я достал оружие и начал стрелять. Дети были сзади, я был спереди, я убрал, потому что дети начали с ними играть, я предоставлю их следователю. Сейчас какое у вас? Самочувствие, как бы, кроме сильного возбуждения и эмоционально сгорел чуть-чуть, то настроение, так сказать, самочувствие хорошее, но не знаю, как... У нас стресса. Стресс был абсолютно не только за себя, не только за имущество, это дело наживное, но за детей, которые слева от меня, четверо детей, играли в теннис. Я здесь часто останавливаюсь, забираю Михаила. Здесь люди завтракают во дворе, дети на улице играют, мы каждое утро здороваемся, здраво занимаемся. И вот, в принципе, вот машина, сзади, снизу мой номер. Я думаю, что арбеги не сработали, потому что была открыта дверь, но... И сзади меня дерево, я думаю, что если бы я не начал выходить из машины, нападающий, ехал бы дальше и тоже не выпрыгнул. Так как мне назад некуда сдавать, ну, сзади препятствия, то он меня, так сказать, очень-очень сильно ударил. Спасибо. Да, вам спасибо. Видите, очевидно, что вносить відомостей до единого реєстру досудових исследований будет Одесская полиция. Чида ищите следствия самому правоохранному органу? Сегодня она выехала на звонок и документирует Авидиопольская полиция, так как червоный хутор находится в межах Авидиопольского района. Но так как есть уже дело по нападению на Михаила, наши адвокаты будут требовать объединения этих производств в одно и считать его продолжением той череды угрозы нападения. Насколько я доверяю, я критически относился и отношусь к тому следствию, которое ведется. Я не доверяю следству, но очень хотелось бы, чтобы я в этом ошибся. Да, я жду нормально. Григорий приезжает за мной, очень часто забирает меня и мы вместе едем работать. Бороться с негодяями, с этим криминально-оликархическим кланом, который захватил наш город. Кроме этого, хочу добавить, что это только зря они думают, что кто-то испугался, это нас только разозлит. И я думаю, что сейчас им будет гораздо веселее. Это гарантирую. Это первое. Второе. Более полгода есть зафиксированное с конкретными людьми, с конкретными фамилиями криминальное проваджение. И оно не одно. Одно лежит в Приморском райотделе нацполиции, где сфиксирована видеофиксация была, как ко мне приезжали люди и угрожали моей жизни. Это дело не расследуется. И второе дело, которое я лично зарегистрировал в СБУ Украины по замоку на мое життя, оно было подано в СБУ Украины точно так же месяцев 4-5 назад. И на сегодняшний день это дело тоже не расследуется. Это следствие тех причин. Прошу покинуть территорию пока для проведения осмотра. Поехали на суд по летнему театру. Дуже вас ждем. Я напоминаю, начальник полиции в области Дмитро Головин, он потерпелем по справе летнего театра, который меня за видеотрансляцию на Фейсбук закрывали до СИЗО, и систематично не появляется на судовое заседание. Полицейские, патрульные. Полицейские, патрульные. Лучше в пустую, потому что там жарко надо зажарить. Ну давай, мы сейчас в сентябре говорим. Продолжение следует. Привет. Да. Пекали. Ну, сзади. Покупа на ради стоит. Один я заважаю. Пожалуйста, за ремки. Что, начальник полиции не умею українською говорить? Пекай. Пекай. Восстанинка. Пекай. 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 Григория Козьму. Сюди на місце щойно прибули начальник поліції Одеської області Дмитро Головін. Він, мабуть, візьме під особистий контроль разом з прокурором області Олегом Жученком. Главное, чтобы у них было повноважение. Власне, на автомобіль, на якому мав рухатись в горі Козьма, було скояно наїзд. Точніше, відбувалось лобове зіткнення. В нього врізався на швидкості... Що це? Зіл, якщо я не помиляюсь. Вонтажівка. Ви її можете бачити в кадрі. Коментував уже декілька разів і Михайло те, що відбулося. Коментував Григорій Козьма. Я сумніваюся, що буду щось коментувати перші особи правоохоронної системи Одеської області. Я сподіваюся, що розслідування заберуть правоохоронні органи, які не матимуть відношення до Одеси. І зможуть дійсно об'єктивно і неупереджено розслідувати сьогоднішній інцидент. Попередні напади в Одесі і не тільки в Одесі на громадських діячів і на публічних осіб. Тому що якщо цим будуть займатися регіональні правоохоронні органи, то це буде чергова профанація, як показував Даркита. Тому що ніхто сам себе у нас не розслідує. Бережіть себе, купуйте легальну зброю, ходіть на курси самооборони, тому що поліція вас не захистить. Держава вас не захистить. Захищати ми можемо тільки самі себе.